Американский журнал Time опубликовал на этой неделе список диктаторов и автократов, которые в ближайшее время могут лишиться власти. На первом месте в этом рейтинге президент Египта Хосни Мубарак. Александр Лукашенко занимает четвертую позицию. На восьмом месте глава Таджикистана Имамали Рахмонов. В первые десятки президент Йемена Али Абдулла Салих, глава Северной Кореи Ким Чен Ир, президент Судан Амар Хасан Аль-Башир, иранский лидер Махмуд Ахмади Ниджад, руководитель Зимбабве Роберт Мугабе, правящая Саудовская династия и президент Алжира Абдул-Азиз Бутефлика. При этом Муаммар Каддафи и Уга Чавес в этом списке не значатся. Из этого перечня, в основе которого, конечно, надежды американцев, тем не менее, можно понять, где сейчас в мире возможны большие перемены. Тунис стал катализатором восстания Арабской Африки. В Египте сейчас решается вопрос, будет ли там большая война. А самое страшное может случиться в Йемене. Оттуда родом Усама бен Ладен и его клан. А эти ребята достаточно легко могут превратить целую страну в филиал Аль-Каиды. Но пока основные события происходят на улицах египетских городов. В ситуации и ее перспективах разбирался Сергей Куропов. Арабский мир в огне. И это не просто фигуральное выражение. Протесты в Тунисе и Египте начались с самосожжений. А сейчас тысячи манифестантов жгут машины, магазины и закидывают полицию бутылками с зажигательной смесью. Главные требования разбушевавшихся египтян отставка президента Хосни Мубарака, повышение уровня жизни, увеличение минимальной зарплаты, борьба с безработицей, демократические перемены. Простое требование. Мубарак, уйди. И он не уходит и оставляет в крови всю страну. Гайн Али молодец, сбежал сразу. А эта вот семья стоит 82 года уже, старый хрыч, уйти немедленно на пенсию, сиди на даче, кур разводи, овец разводи, финиковая пальма там ухаживай. Вот сидит и все, ему в Каире хочется сидеть. Страна сбежали, жена, все сбежали. Почему он держится? Не все золото вывез, не все деньги вывез. В отличие от цветных революций, произошедших в последние годы в бывших республиках СССР. Арабские перевороты далеко не бескровные. Во время Жасминовой революции в Тунисе погибли 219 человек. В Египте число жертв уже перевалило за 300. Самый тревожный вопрос для России. Как там наши туристы? Никто не может даже точно сосчитать, сколько наших сограждан сейчас находится в Египте. Называется цифра от 25 до 35 тысяч туристов. Плюс еще примерно столько же россиян проживают и работают в Египте. При этом, несмотря на предупреждения и запреты, туристы продолжают массово лететь в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Оно и понятно, ведь попасть из холодной, заснеженной Москвы. Взнойный солнечный Египет заманчиво, несмотря ни на какие революции. Хоть туристов и предупреждают о серьезной опасности, все равно находятся такие, кто летит просто, чтобы посмотреть на беспорядки. Впрочем, с завтрашнего дня для туристов-экстремалов Египет будет закрыт. С 6 февраля главные российские авиакомпании полностью отменяют рейсы в страну пирамид. Представители Ростуризма и МИДа успокаивают. Наиболее массовые беспорядки происходят в крупных городах Каире и Александрии. А в туристических Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, где находятся русские, все более-менее спокойно. Наш представитель специально объезжал и сам непосредственно участие принял в этой демонстрации в Хургаде. Это была абсолютно мирная демонстрация. Надо понимать, что демонстрации в Хургаде риск отличается даже от демонстрации в Каире. Впрочем, ряд СМИ утверждает обратное. Дескать, в Хургаде тоже были замечены озверевшие толпы, крушащие все на своем пути. Как бы то ни было, в МЧС и в МИДе утверждают, что ситуация под контролем. И случись чего, ведомства готовы к массовой эвакуации наших сограждан. План эвакуации готов. Но чтобы принять решение, пока ждем. А вдруг ситуация улучшится, и Мубарик подаст в отставку, и какие-то ответные шаги правительства будут сформированы, и будет с кем разговаривать. События последних дней. После первых выступлений в Египте введен комендантский час, блокирован интернет и мобильная связь. По всей стране горят штаб-квартиры правящей национально-демократической партии. В Каир введена военная бронетехника. Военные стреляют по демонстрантам, из тюрем бежат тысячи заключенных. Нападением регулярно подвергаются иностранцы, журналисты и дипломаты. Правительство Египта отправлено в отставку, а Хосни Мубарик в телеобращении заявляет, что в следующих выборах осенью 2011-го участвовать не будет, но пока что у власти останется. Это вызывает новую волну беспорядков. На площади Тахрир собирается более миллиона оппозиционеров. В основном молодежь. Им противостоят военные и сторонники Мубарака. В столкновениях участвуют даже боевые верблюды. В воздухе Египта отчетливо чувствуется запах гражданской войны. Устали арабы. Они хотят быть цивилизованными. Они хотят демократии. Много партий, газеты, выборы, коалиция партий. Здесь ничего. Эта партия в Египте – это партия Мубарака. Все. Никто другой никуда ничего не может сделать. И все диктат одного человека. То есть они не испытали радости жить в свободной стране. И они восстали. Это прекрасная революция. За всеми переворотами, произошедшими в мире в последние десятилетия, политологи обычно усматривают тайную роль США. Зампред Госдумы Владимир Жириновский утверждает, что в Египте не тот случай. Хосни Мубарак вполне проамериканский и произраильский президент. И штаты открыто поддерживали его авторитарный режим. Переворот произошел не благодаря, а вопреки американскому влиянию. И арабы думают, что же мы, люди второго сорта. Что эти американцы нам указывают, как нам жить? Мы тоже хотим, как у вас. Вы ведь у вас демократия, и мы хотим демократию. У вас выборы, мы хотим выборы. У вас много партий, мы хотим много партий. У вас пресса, и у нас хотим, чтобы была пресса. А не арабская газета, правда, на всех одна. Вот это вот народное восстание, демократическая революция. Это не социальное, как некоторые говорят. Это не потому, что голодный. Кто придет к власти в Египте в случае ухода Мубарака, вопрос открытый. Лидер оппозиции Эль Бородей уже заявил о том, что не будет баллотироваться в президенты. Мир боится, что у власти окажутся еще более авторитарные правители, исламские фундаменталисты. Впрочем, представители организации «Братья-мусульмане» тоже уверяют, что к власти не стремятся. Не придут нигде. Эту революцию проводит образованная часть арабского общества. В арабских странах рушатся режимы, которые доселе казались незыблемыми. Тунис вызвал эффект домино. Следующей костяшкой в цепочке стал Египет. А за ним массовые народные движения охватили Алжир и Орданию, Йемен. Акции протеста проходят в Мавритании, Саудовской Аравии, Омане, Судане, Сирии, Ливии и Марокко. То есть почти во всем арабском мире. Происходящее в Северной Африке и на Ближнем Востоке кажется настолько нереальным. И так трудно делать прогнозы на будущее, что впору идти к гадалке. Мы и пошли к астрологу. Специалист по небесным сферам заявил, что арабские социальные взрывы были вполне ожидаемы. Причина в солнечных затмениях. События, которые происходят сейчас на Севере Африки, непосредственно связаны с первым затмением этого года, которое произошло 4 января. Если обратить внимание на полосу затмения, то вы увидите, как эта полоса начинается непосредственно с территории Севера Африки, Алжира. Тунис находится совсем недалеко, а следом взрывоопасные ситуации начнутся в городах Западной Европы, потому что полоса этого затмения прошла через них. Еще русский биофизик, основатель гелиобиологии Чижевский, отследив солнечную активность и сопоставив ее с историческими событиями, доказал, что поведение людей напрямую зависит от Солнца. Самые значительные социальные сдвиги случаются, когда возрастание солнечной активности совпадает с солнечными затмениями. Проще говоря, разум людей сначала активизируется, а потом резко затмевается. Отсюда революции и бунты. При этом последователи Чижевского утверждают, что с Туниса и Египта все только начинается. По прогнозам большинства астрофизиков, максимум 2012 года будет особенно сильным. Таким образом, сейчас только начало тех парадов суверенитетов, которые пройдут в течение этого и начала следующего года. В чем же истинные причины арабских революций, в бездарности тамошних правителей или в солнечной активности, пока неизвестно. Но одно, можно сказать, с уверенностью. Не только арабы, но и все человечество пребывает в возбужденном состоянии. А значит, ветер политических перемен подует еще во многих странах. Кстати, полоса солнечных затмений в этом году проходит и по территории России. Правда, лишь по ее восточной части. Сергей Куропов, Владимир Лапешкин. Главная тема.